Всем привет! Вы на канале вкуснейшин с Ланой и Ланой. Сегодня для вас я хочу приготовить очень вкусные ленивые бризоли. Это находка для хозяйки, у которой катастрофически не хватает времени на готовку. Очень рекомендую этот рецепт. Приготовьте и порадуйте всех своих домочадцев. Продукты для них доступны всем. Начинку можно делать любой в зависимости от того, что есть в вашем холодильнике. Это могут быть грибы, зелень, помидоры, болгарский перец и даже репчатый лук. Все ингредиенты и количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен все приготовления, оставайтесь вместе со мной. Итак, берем 300-350 грамм кулинного фарша. Добавляем сюда же 1 столовую ложку сливочного масла. Оно должно быть обязательно мягким. Сыр тертый на мелкой терке и по вкусу черный молотый перец и соль. Все хорошо и тщательно перемешиваем при помощи ложки. И фарш у нас готов. Берем чашку или миску, добавляем сюда 3 яйца, молоко и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем при помощи венчика. На предварительной разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и масло распределяем при помощи силиконовой кисточки. Наливаем немного яичной массы и выпекаем яичный блинчик. Готовится быстро, переворачивается очень легко. Блинчики помещаем на тарелку. Готовим сметанный соус. Берем сметану, пропускаем через пресс 1 зубчик чеснока и добавляем немного зелени и укропа. Все хорошо перемешиваем. И сметанный соус у меня готов. Отставляем его примерно на 5 минут, чтобы он хорошо настоялся. Далее на остывший яичный блинчик добавляем немного куриного фарша и распределяем при помощи ложки по всей поверхности блинчика. И далее добавляем много-много сметанного соуса. Сразу хочу сказать, что сюда вы можете добавить помидоры, болгарский перец, репчатый лук или грибы. Это все по вашему желанию. Яичный блинчик мы аккуратненько заворачиваем. Берем форму для запекания, добавляем немного сюда растительного масла и распределяем его при помощи силиконовой кисточки. Помещаем в форму фаршированные яичные блинчики и отправляем в духовку, разогретую до температуры 180 градусов примерно на 20-25 минут. Куриный фарш готовится очень быстро, так же как и готовится очень легко. Такое замечательное и вкусное блюдо. Готовое блюдо выкладываем на тарелку. Сверху обязательно посыпаем еще немного зеленью. Я предпочитаю брать для этого зелень укропа. И подавать его буду с помидорами. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и конечно же пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой второй канал. Ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное готовьте с любовью и с желанием приготовить очень вкусное блюдо. Всем пока-пока, до новых встреч, готовьте с любовью.